Скажем так, все-таки вот этот третий мир, то есть своя отдельная вот жизнь, которая вырывается из традиционной плоскости, там, дом учеба, он очень много просто значит для человека как личности, для его формирования, и он в чем-то может и становится основным, особенно когда уже речь идет о таких серьезных достижениях. Да, он становится основным, и у меня папа сейчас работает в клубе Уникорт, и вся жизнь, и сестра занимается не так серьезно, но сестра занимается теннисом, то есть даже семья, я уже говорила, и дедушка играет на протяжении очень многих лет, и поэтому уже вся жизнь в теннисе, и то еще если так серьезно, как я занимаюсь, то естественно все, оно подчинено уже, не так подчинено, оно все связано. То есть весь ритм жизни подчинен теннису в первую очередь? Да, связано. Ну, так понятно, что учеба, естественно, отходит на второй план, но, честно, в школе, наверное, все-таки двоечницей была, или так, троечки ничего, так сказать, спокойно тянуло? Нет, я закончила школу золотой медали. Золотой медали? Да, и сейчас учусь в университете на экономическом факультете. Я не считаю это, я считаю теннис, конечно, основной частью своей жизни, но я недалеко учебу откидываю. Но не единственная, но не единственная, да. Учебу я недалеко откидываю. Кстати, а как тебе удалось, скажем, в школе получить золотую медаль, вот так, в таком режиме тренируясь? То есть какой-то особый подход, особый график работы или как? Нет, особого графика работы не было. Я училась в нормальной школе, в обыкновенной школе у нас нету, ну, в теннисных нету спортивных школ. Вот, но как-то спорт сам по себе вот организовывает. И меня мама с детства всегда приучала, ну, вот, как-то воспитывала, организованно у меня была ребенком. То есть умеет ценить время, то есть спорт приучает ценить время. И когда были тренировки, я даже больше успевала и уроков сделать, и уроки сделать, и погулять, и на тренировку сходить. И чем даже и когда у меня не было тренировок. И когда, ну, все, ты знаешь, что у тебя нету. Ну, то есть выше КПД становится использование времени. Наверное. То есть меньше бестолковых потерь времени. Наверное, да. Тогда и получается, что все успеваешь. Наверное.